Внедрённая в семье система электронного билетирования пассажиров дала сбой. У людей с транспортных скарт стали пропадать деньги. Возмущённые жители потребовали объяснения. Разработчики уверяют, что все средства были потрачены строго по назначению. Кто прав в этом споре, попыталась выяснить Асему Тешева. Галия Уразбекова, как сотни других пассажиров, уверена, с её транспортной карты исчезают средства. Все члены её семьи ежедневно пользуются общественным транспортом. Но по неизвестным причинам баланс на счёте стал пропадать. Сначала женщина думала, что ошибалась, пока не проконтролировала свои поездки. Я при них проверила и не вижу, сколько они мне говорят. 170 тенге у вас на остатки. Я в течение 15 минут сажусь на 41-й, проверяю, мне говорят, недостаточно средств, 32 тенге. Куда мои деньги делись? Недоработана эта работа, вообще недоработана. Они не сделали это, до ума не давили. Разработчики с данным утверждением не согласны. Они уверяют, что ни одна тенге не ушла в чужой карман. Всё дело лишь в запоздалой системе, которая долго обрабатывает запрос. Ни одного лишней копейки или что-то такого мы не вывели. То есть у них то, сколько они должны были оплатить, и сколько у них осталось на своих счетах, оно соответствует тому, сколько они пополнили. У нас бывает такое, что система не сразу же всё урабатывает. Даже вы, когда отправляете с банка в банк, какие-то деньги не появляются сразу же. Вот то же самое. За пять дней к разработчикам обратилось более тысячи человек. Но ни один случай пассажир не смог доказать. Все вопросы удалось урегулировать. А в случае восстановления транспортной карты, в частности детской, пассажиру придется заплатить полную её стоимость, то есть 400 тенге, а не 300, как это было ранее. Сама вот эта подготовка, транспортировка, изготовление там, и здесь прошивка, она имеет какой-то, да, затраты. И поэтому приходится клиенту платить, потому что, ну, по-другому никак. Кроме того, жители жаловались на то, что транспортную карту в случае её потери блокируют только в течение трёх дней. То есть находкой за это время могут воспользоваться другие. Этот вопрос разработчики уже взяли под контроль. И сегодня, по их словам, данная процедура займёт всего час. Осложняет мобильность обратной связи с колл-центром нехватка специалистов. Представители данной кампании уже пообещали увеличить штат операторов. А всем утешивам идёт Мирханов, Хабар, 24, Семей.